Коллеги, у нас сейчас будет не демонстрационная сессия, а вебинар. И вебинар, который будет открывать тему, которую мы будем продолжать завтра. И 16 мая на встрече в Москве. Это тема поколения Z. И сейчас у нас будет час вебинара, которым с нами поделится Хая. Хая – коуч из Америки, MCC ICF. Хая является экзекутив коучингом и специалистом по организационной культуре. Она работает как с государственными компаниями и с международными компаниями. И я уже передаю слово Ксении и Хае. И я буду модератором этого процесса. Поскольку у нас сейчас будет вебинар, я рекомендую прямо по ходу вебинара уже задавать вопросы в чате или в Q&A box, для того, чтобы потом мы могли их сразу читать Хае. Так будет удобно. Коллеги, поэтому можете прям смело писать вопросы в Q&A. Спасибо большое. Я отключаюсь. Хае. Да. Устарь, я познакомился. Устарь, чтобы ты хорошо понимаешь, кто ты и твои, beiden. Устарь, я буду наградить. Ты не можешь продолиел это обратно? О, это все хорошо. Спасибо. Спасибо. she also said that well she also asked participants if they have questions they to write them in chat room so we will address them in the end or wherever you will find fit absolutely yes thank you so for our welcome everybody I speak English and I do I do executive coaching and I'm part of the Moldova community and we all know where that is so that brings a delight for me when I was asked to buy this kind of training on this special week of the ICF training so you're able to put on the PowerPoint that I'll be following as our visual yeah I can do thank you in the moment Ksenia открывает PowerPoint презентацию на русском языке мы перевели ее сейчас это возможно и пока я открываю я переведу то что Хая сказала Хая занимается executive coaching и хотя она говорит на английском она также является членом комитета в Молдове и ей очень радостно она точно знает что мы знаем что это и где это вот и ей это очень приятно и очень приятно об этом думать озвучительствоdriще so thank you so much we can just do a five on that thank you so a lot of the teaching that I'm going to be teaching you today in our time together is based on conversational intelligence it's a good segway from when you just finished where Мы сейчас с вами поговорим о интеллекте общения. Это прямое следствие следствие прямой коммуникации и о том, как превратить, как сделать общение более продуктивным. Наши слова создают мир, и это слова Юдит Глейзер, и она является автором этой идеи. И после вебинара мы вам разошлем раздатку, которую вы можете использовать. В ней будут основные материалы презентации главной идеи. Существует... Okay, so I was asked to train and focus on how we could be communicating with Generation Z. Generation Z are those that are born from 1990s to 2000s. They're known as the i-Gen, the Internet Gen, because this generation is so connected with their smartphone, all their devices, and on the computer all the time. And there's a lot written, a lot of science is coming to say how their brains are changing because of how much they're on the Internet. So I want to teach you today the three areas here of learning tools and being able to understand the brain, know how to double-click and know how to listen really well. Мы сегодня поговорим о том, как работать с поколением Z. Это те люди, которые родились в период с 1990 года по 2000. И их еще называют как i-поколение, поколение интернета. Они постоянно в телефонах, со смартфонами, в компьютерах. И есть достаточно много исследований о том, как их мозг работает. И мы поговорим сегодня про инструменты, которые можно применять к работе с этим поколением. Это мудрость шести частей мозга. Возможно, в контексте будет более удачное название этой фразы. Инструмент, который называется двойное касание и три уровня слушания. И поскольку я веду тренинг и я участвую для учебников. Мои программы на учебнике на учебнике и на учебнике. И когда я учусь, я показываю, как мы связываем с учебниками И сегодня, и это следующая экран, мы будем подключаться на слушании и задавать мощные вопросы. И поскольку я веду тренинги для ICF, я всегда стараюсь делать привязку к ключевым компетенциям коучинга по стандартам ICF. И сегодня, как вы видите на слайде, все, что я буду говорить, направлено на компетенции активное слушание и сильные вопросы. Продолжение следует... Thank you. So, the next slide is very important. When we start to learn something, we want to know and prepare our brain to what is it that we want to be learning in our time together, in this one hour together, in this 50-minute together. So, the first thing I want to teach and what I want to hopefully give you is about how we work with our clients to make together a space that is going to be able to make change for the client how to have conversations that go all in all generations the next one is the embodiment of coaching skills it's in red because this is the power of coaching that like we just spoke about before as the years go on we just want to become better at coaching we want to walk our talk we want to be the coach the best coach we can bring I also want to ask you to share with me I'll put in the chat box what do you want to gain out of this one hour together with me когда мы начинаем обучение любое обучение мы наш мозг хочет заранее знать что будет происходить мы хотим подготовиться к тому что нам предстоит и сегодня мы поговорим о том как создавать стимулирующее изменение коучинговое пространство как создавать общение способные соединить разные поколения как воплощаются коучинговые навыки в работе это вот то что выделено краска и мне также хотелось бы услышать ваши ожидания поэтому если вы можете написать в окне чата я буду очень рада и от себя как от переводчика я добавлю что я попросила прислать ей на английском эти ожидания поэтому мы это сделаем I added that you asked to share to send me the English version of expectations ok yes so take a minute to think about what is it that I want to gain from this time together that when we're together подумайте о том что вы хотите получить от сегодняшней сессии от нашего времени вместе и напишите пожалуйста это в окошке чата 30 секунд осталось коллеги напишите пожалуйста ваши ожидания от сессии окошке чата у меня есть так с вот nuevas wonderful wonderful so this is this is in the spirit of co-creating co-creating it is about what I can prepare but my success is when you're success when you're sharing with me what you want to be learning and based on what you're asking I'm going to include it and what I'm giving so our next slide can I translate yes Да, но вот это вот совместное обсуждение ожиданий очень важно для создания общего пространства, чтобы у нас была общая цель, чтобы мы понимали, что нам предстоит, и чтобы ваши цели были присоединены к содержаниям. Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть, проверить в английской версии, Ксения? Да, дело в том, что я переводила по английской, поэтому я сейчас открою, посмотрю, но... Сейчас я поясню для участников, в данный момент мы как раз ищем, должен быть видео, мы сейчас в процессе его поиска... Нет, нет, это не работает, ссылка? Нет, ну, Хая, ну, это видео, но ссылка уничтожена? Ну, это было изначально уничтожено. Так, есть ли есть способ, чтобы мы начнем с другой стороны? Конечно. Конечно. Подожди, подожди. Ты можешь поделиться на экране? Да, я просто... Я просто... Я просто... Ага. Или вы можете отправить мне ссылку в чат. Да, Хая сейчас пришлет мне ссылку на это видео, потому что в презентации она, ну, вот в присланных слайдах она не сохранилась. И мы сейчас запустим видео. Заодно будет немножко больше времени собрать ожидания от вас или какие-то вопросы. Коллеги, благодарю, что практикуете английский и пишете на английском. Ну, было бы здорово. У меня есть к вам предложение. Если вы пишете на английском, сразу же переводите на русский, чтобы было удобно читать. Да, вот получила Ксения ссылку, сейчас уже будут включать видео. Что-то мне хотелось бы отпустить ниже 10 минут и задать вам вопросы? Если вы проводите? Да, да, да. Как вы проводите, абсолютно. Хорошо. Пока. Хорошо, давайте начнем. Давайте сейчас буквально несколько минут прервемся для того, чтобы задать вопросы из Q&A box, которые вы писали. Здесь есть вопрос, I will read it in English. Work with Generation Z is also interesting. And what's the difference between Generation Y and Generation Z? Работа с поколением Z очень интересна. Какая есть разница между поколением Y, если я правильно поняла вопрос, коллеги, поэтому очень прошу по-русски, и поколением Z. Да. И это может быть теме, для вопроса. И это очень хороший вопрос. What science is teaching us is how the Generation Z is even more connected and more attached to, they call it the iGen, the Internet Gen, because they're more attached to Google, to write it, having it in the minute, the answer. The patience is lower, and it really rewires the brain to wanting instantaneous response, something instantaneous thrilling. Ну, этот вопрос, который очень часто задают, вообще эти все поколения называются, ну, особенно поколение Z, называется iGen, поколение интернета. И это влияет, ну, технологии и доступность технологии влияет на способ мышления этих людей, потому что они хотят быстро получить информацию. Их способность ждать гораздо ниже. Они хотят моментально получать ответы, все очень быстро, совершенно другая скорость. То есть, что это можно и уникать. Комментが de��ться. Вот это можно. То есть, что это можно снять и не приносить и спокойно, которые с ним не снять. Потому что вы можете получить информацию, которые могут использовать в этой истории, и зачем? То есть слово. Кроме того, в ремонт. Такое. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Потому что информация обрабатывается гораздо быстрее. И здесь мы как коучи как раз и можем помочь им, слушая, активно слушая, присутствуя, понимая, анализируя, где человек находится в данный момент, общаясь с ними, ну как бы переземляя их общение. Добавил субтитры. Коллеги, я сейчас запущу видео. Я надеюсь, что звук будет идти. Но я потом краткое содержание, если кому-то нужно будет, перескажу. Так, пока не видно видео. Видно, да? Сейчас, секунду, я тогда попробую поиграть. Я надеюсь, нет, секунду, чтобы выяснили. Нет, нет проблем. И если это не так, то, что я буду продолжать, и я буду продолжать, и я буду продолжать. Но это очень мощный, но это очень мощный, 2 1⁄2 минуты видео, что есть для того, чтобы вы узнаете. Да, просто дай мне секунду, потому что я... Да, это как это происходит. Есть предложение кинуть видео в чат для того, чтобы все сейчас отвлеклись и посмотрели это видео. Эстер, а ты сейчас видишь мой экран? Да, вижу твой экран, давай проверим, идет звук. Да, давайте проверим, идет звук. Скорость интернета учит нас принятие. Я думаю, что я могу сказать, что я не могу сказать, что я вам покажу, что это видео, когда мы говорим про то, что, когда мы говорим про то, что я говорю, что мы будем делать это видео. Мы проводим разговоры, и часто не выжимая, что мы не чувствуем, что мы не чувствуем, не чувствуем. Это сложно для нас, чтобы иметь сложную разговор. Мы говорим, что мы всегда чувствуем, что я говорю, что это право. Мы даже не слушаем, что другие люди говорят. Вы хотите перевести это? Это видео, мы после пришлем с субтитрами видео тогда, чтобы было всем понятно. Там говорится о том, что в наше время, опять-таки, из-за того, что информации много и скорость обработки ее увеличилась, мы очень часто даже не слышим, что нам говорят, и мы не вслушиваемся в то, что нам говорят. Мы занимаем свою позицию, и нам очень сложно принять позицию другого, потому что мы просто ее не слышим. И вот как раз видео говорит о том, какие механизмы, как это работает. Спасибо. Спасибо. Я, как Хая, я teach, я teach, я teach how to make decisions. The wisdom, the intelligence, when making a decision. What I want to focus today, and give you to understand, is this, first of all, this one, conversational intelligence. So, this is called CIQ, for conversational intelligence. It also works with emotional intelligence, and if I'm invited back, I'll do it on decision-making intelligence. И я, Хая, учу, как принимать решения, мудрости принимать решения. И интеллект общения, он тесно связан с эмоциональным интеллектом, и мы тоже об этом будем говорить. Как развивать эти навыки. Okay. So, let's move forward. So, conversational intelligence, there's a book, conversational intelligence. You can go forward. And what we learned about is that how we have a culture, whether it's in a business or a family, the kind of relationships we have between people, is all dependent on how we're having conversation, on how we're talking. И на этом слайде вы видите вот книгу как раз про интеллект общения. И основная мысль заключается в том, что то, как мы общаемся, и качество нашего общения связано с тем, какого уровня отношения у нас есть, и с качеством нашей культуры. И все это взаимосвязано. Thank you. So, here comes the secret. Ready for the secret. The next slide is going to teach us a very important tool. This is the first tool that I'm going to teach. Number one, it starts in the head. Everything starts in the head. This is neuroscience. We want to go from being I, what I think, to we, what me and you think. When we communicate with Generation Z, we will have to be in the we, for us to have communication and for us to be successful. And as you can see on this slide, весь процесс начинается в нашей голове. Это нейрофизиология. По сути, все процессы, они с этим связаны. И мы хотим, как бы, переходить от состояния я, как общения в парадигме я, к общению в парадигме мы. И мы сейчас поговорим о том, как это происходит. 쪽 по-ш Churchill Tools. И, кстати, So I wanted everybody that's, as embarrassed that it's listening, to look at this, solve this data, and you can open it up a little bit more. It starts from the bottom, on the left side. Доброе утро! И, как вы видите, на панели начинается вот низший уровень — это уровень сопротивляющийся, и дальше постепенно идёт смягчение к созиданию по мере увеличения доверия, по мере открытия как бы у себя. И Хайя просит написать, ну вот, где вы себя ощущаете на этой панели. Ну вот вы сидите и чувствуете, что у вас такое-то есть состояние. Может быть, вы можете написать в чате? И вот Елизавета написала, что она ощущает себя экспериментатором. Здорово! А что может заставить вас перейти от стадии экспериментатор к стадии ко-креатор, ко-создатель? И что обычно нужно, чтобы перейти от состояния малого доверия, низкого доверия, к состоянию высокого доверия? Я думаю, что, на самом деле, это очень важный момент. У нас есть такой важный инструмент. Кто-то из этого ответил в момента, что я экспериментатор. Это даст особенный момент. Это очень умеющий, потому что это происходит весьма время, когда мы должны вопроситься, я приду на новую сторону. Я надеюсь, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я чувствую, что я чувствую, что я плакал. Это очень важный момент, как вообще вот, что заставляет человека перейти от одной стадии к другой, например, мы в незнакомой обстановке, мы не знаем нашего собеседника, у нас низкое доверие, да, или как? Что мы чувствуем в этот момент? Это очень важно. И я сейчас приведу там, кто-то написал, что необходимо общение, чтобы перейти от одной стадии к другой. Мы говорили, что нужно, чтобы идти от одного стадия к другому. Люди говорят, что нужно общаться или общаться. Очень важно. Очень важно. Очень важно. И это очень важно. Мы знаем сейчас, что есть шесть бренд. Мы имеем в репталянный бренд. Мы имеем внеокортизм. Мы имеем в лимбик. Мы имеем в префонтал. Мы имеем в heart. И есть один бренд мы не видим здесь. Это叫做 него. Гут-брань. Гут-брань. Гут-брань, где ваше глубине, ваше глубь. Вы имеетео нижение. Или ты чувствуешь себя, или ты переживаешь, или ты чувствуешь себя. Или ты чувствуешь себя. Вы choses все-таки. Или, как Вы чувствуете себя, что даже глубже. Это, как вы чувствуете себя. Мы имеем вне, как это более глубокое настроение. Так что виды RE-5, мы имеем внено. И что мы хотим сделать, это быть able to go into the prefrontal. Это то, что мы начинаем думать о больших возможностях. Ты хочешь сначала объяснить эти шесть мозга? Спасибо. И вот вы видите на картинке, у нас есть шесть отделов мозга. Это префронтальный отдел, лимбическая система, новая кора головного мозга, рептилоидный мозг, сердце. Мы не стали переводить, потому что, в принципе, понятное слово и мало места. И о чем Хая говорит, что есть еще один как бы отдел мозга, который, в общем-то, не в мозге, а такой, знаете, как интуиция. Ну, в английском есть выражение «got brain» — это как «чувствую нутром», да, вот то, что по-русски говорят. И этот отдел мозга отвечает за, вернее, это ощущение, когда мы нервничаем, или мы злимся, или как-то переживаем очень сильно, нетерпение какое-то возникает. Это вот ощущение, оно соединено с сердцем, и мы как бы хотим понять, ну, то есть, по сути, говорят, что пять отделов мозга, но как бы есть это шестое чувство, и очень важно понимать, как это работает. И такой вот вопрос. Как много из вас знакомы с словом «кортизол»? Ну, гормон. Что это значит для вас? Ну, это, ну, stress hormone, так сказать. Да. Yes, yes, that's right. So, cortisol is a, is a hormone that's best known, that it fuels your body, that you have to take care of yourself, you have to fight back. Something doesn't feel right. If there's a fire, if you, if your eyes see a fire, this cortisol saves you. It tells you you're in danger. Get out. You have to take care of yourself. Если это стресса, страха, анкетика, все это создает кортизол. Что Джудит Флезер обучает, что это потрясающе, кортизол останется 26 часов, если вы с ним работаете прямо с ним. Давайте объясним кортизол. Да, кортизол это такой гормон, который вырабатывается, как правильно сказали в аудитории, это гормон стресса, это гормон, который вырабатывается в ответ на какой-то раздражитель. Мы видим опасность, дом в огне, что-то происходит, какие-то триггеры, вырабатывается кортизол. И кортизол наполняет наше тело, дает ему силы двигаться, силы, бежать, нападать, защищаться. Вкратце, если это так работает. И что важно понимаете, кортизол остается в нашей системе 26 часов, если мы с ним ничего сразу не делаем после того, как он появляется. что-то – это stinky – не очень ум Xbox. него очень хорошо, что-то иначе у тебя иначе за субъем, мы можем сделать это, сделать это просто лицо, подходитесь в основном в caring把它, для того, чтобы она была обижена. И я готовím. Субъем, я хочу сделать это, Что-то, что-то, это может быть в такомы. Что-то, что-то, есть, как это учащий. И мы как коучи, что мы хотим сделать, особенно работать с поколением Z, мы хотим обратиться к префронтальной части мозга, где вырабатывается окситоцин. И окситоцин, может быть, тоже знакомое кому-то название, окситоцин – это гормон, который отвечает за привязанность, в основном за привязанность, и как следствие он порождает желание совместно работать, и он как бы нивелирует действие кортизола. Есть какие-то вопросы и, может быть, что-то, что вы сейчас узнаете, что вы можете применить к своей практике коучинга? Да, Хая, давай дадим немного времени для того, чтобы наши участники написали вопрос. Maybe we can give a little bit time to the participants, so they can type answers or questions? Absolutely, yes, yes. У нас порядка 95 участников. We have about 95 participants. Но это новый формат для России, поэтому необходимо какое-то время для того, чтобы адаптировались участники. Да. Да. Ага. So the question is, how quickly cortisol can leave our system, if we help it? Я по-русски сейчас задам вопрос, как быстро кортизол может быть вывезли из организма, если этому помогать? Потому что если не помогать, то 26 часов. So how quickly can cortisol leave? Хорошо, пожалуйста. Хорошо. 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 Yeah, it is. Like we learn in general in the neuroscience about how, you know, old habits we can't get rid of. They're there. Once the cortisol is there, it's there. How we upscale it and want to bring it into the prefrontal cortex, it's about becoming aware that now I'm taking over by cortisol. Это очень важно. оксетозин, который помогает нам думать более эффективно. Хорошо. Коллеги, я сейчас переведу то, что ответ хай, и одновременно я рисую вот вопрос, как помогать вывести кортизол, можно еще раз повторить, что это такое, как с ним работать и так далее. Кортизол это гормон, который, ну у нас в мозге постоянно вырабатываются гормоны, это нормально. Кортизол это гормон, который естественным образом вырабатывается в ответ, но на внешние раздражители. Мы это чувствуем, когда нас что-то раздражает, например, или мы хотим ответить, или еще что-то. Это кортизол. Он нужен, чтобы мы могли защитить себя, чтобы организм мог… Ну, может быть, вы замечали, что в момент стресса у кого-то повышаются возможности. Это вот кортизол. И, как я сейчас ответила, кортизол, он, как и любые другие гормоны, это же не вредно, это естественная функция организма, поэтому он не выводит свой, как, не знаю, токсины или алкоголь или что-то. Он остается. Вопрос, что мы с этим делаем? Нам важно понимать в определенный момент, что наши реакции сейчас – это следствие выработки кортизола в ответ на стресс. И что мы можем с этим сделать? Мы можем обратиться к нашему мозгу, к участку, который вырабатывает окситоцин. Окситоцин – это гормон, который естественным образом тоже вырабатывается в ответ на какую-то позитивную стимуляцию. И он отвечает в том числе за привязанность, за мягкость. Вернее, он помогает нам быть мягкими, помогает привязываться. Это гормон, который вырабатывается после родов, например, у матерей. И я спрошу, каким образом мы способствуем выработке окситоцином сейчас. Но в целом, вот то, что Хая ответила – это то, что нам нужно помочь себе выработать окситоцин, чтобы облегчить нашу реакцию на выработку кортизола. Хая, the question is, how can we help ourselves to form окситоцин? Я люблю это вопрос. Я люблю это вопрос. Потому что вы видите, как вы задаете эту вопрос? Как мы можем помочь себе? Это очень мощный. Первый человек, который мы изменим, мы можем помочь себе. И когда мы меняем себя, то все вокруг нас меня меняются. Наша жизнь меняется, и мы можем помочь своих клиентов меня менять. Так что мы можем, первое, повторить это, потому что это очень мощное, если кто-то задает эту вопрос. Хорошо, что вас интересует, как мы можем выработать что-то. Но, конечно, прежде всего важно понимать, как в себе это выработать, потому что мы, прежде всего, хотим помочь себе, чтобы иметь возможность помочь клиенту. И это хороший вопрос. Как вырабатывается вообще? Так. Как вам показано? Это какой-то устроен? Как мы общаемся? Так. Доброе утро! Ну, поскольку, кстати, цель вырабатывается префронтальной долей лобной, мы, как коучи, ну, если мы хотим отреагировать, да, выработка окситоцина или помочь клиенту, нам очень важно в момент, когда мы в стрессе, обратить внимание мозга вот к этому участку. И, как вы видите, как раз на схеме там написано, что это про размышления, критическое мышление, видение, все, что с этим связано. И нам нужно просто задать себе вопрос, а что если? Например, мы переживаем, боимся результатов собеседования, которое прошло, или которое нам предстоит. Это стресс, вырабатывается кортизол, потому что для нас очень много на кону. И мы можем задать себе вопрос, а что если, и показируясь по поводу положительного исхода, а что если наши страхи неоправданы, а что если мы получим эту работу? И когда мы начинаем размышлять над ответом на этот вопрос, у нас работает префронтальный отдел и вырабатывается окситоцин, потому что он вырабатывается в этом участке. Так вот, На следующем слайде, мы не будем сейчас запускать видео, мы разошлем вам ссылку с субтитрами тоже, как раз видео про то, более развернутый ответ на вопрос, как работают все эти гормоны и как они вырабатываются мозгом. Называется ручная модель мозга и тоже будет очень полезна для понимания взаимосвязи. В последнее время, я хочу рассказать огромную ответственность к вопросу, как мы можем идти от кортизола к окситосину, особенно для нас, как тренировки. Если мы говорим о генерации X, Y, Z, через все генерации, мы говорим о том, как мы, как коучи, можем помочь нашим клиентам перейти от статуса к окситосину. В оставшееся время мы поговорим о том, как мы, как коучи, можем помочь нашим клиентам перейти от стадии захвата кортизолом, я позволю себе такую метафору, к выработке окситоцином. И мы поговорим про три уровня общения, которые помогают нам переключить работу мозга на нужную нам выработку гормонов. И на слайде вы видите вот первый уровень общения, у нас есть информация, что это низкое доверие. Ихайя спрашивает, можете ли вы в чате написать, как вы думаете, как это общение выглядит, общение на первом уровне? Долго в уровне. Окей. Так, и на уровне garnish есть что о том, что вы можете узнать? Ну, это позорная. Настоящий вопрос. Да, но на этом уровне люди как бы дают инструкции. Делай вот так, как я тебе сказал, вот я тебе все ответил. Все. Как вы думаете, что происходит на втором уровне общения? Субтитры делал DimaTorzok. на этом уровне участники все еще не очень прислушиваются друг к другу, они начинают, но все еще занимают свою позицию. И на третьем уровне, как вы думаете, это более открытое, более доверительное общение. Да, коллеги, вот все, что сейчас пишут в комментариях, что участники влияют друг на друга слушают, слышат, готовы принять партнерскую общение, это все верно. И вот на слайде вы видите матрицу, как происходит общение, какие стадии на уровне 1, 2 и 3. Если мы идем на следующий экран, то мне, когда я learned conversational интеллигенция, это очень важный вопрос. И как вы думаете, это очень важный вопрос. И на этом слайде вы видите более развернутые стадии уровней общения. Как часто, ну, Хайя размышляет вслух, как часто вообще мы, как, не знаю, как жена, как муж, как менеджер, слышим там какие-то индикаторы, которые говорят нам, на каком стадии мы находимся. И, ну, мы оставили tell, sell, yell, потому что это так очень удачно в рифму звучать на английском языке. По-русски это переводится как сказать, продать и накричать. Ну, такое очень, как на рынке, такое немножко в паре. Ну, дирекция очень-очень интенсивная в одну сторону общение. И, как я сейчас спрашиваю, мне очень интересно узнать от участников. Ну, вот сейчас по поводу уровня общения, что вы берете для себя? Может быть, что-то для работы с клиентами или там в личной жизни будете использовать? Если что-то такое есть, скажите, пожалуйста. Ну, напишите в чате. Ну, напишите в чате. Да, Татьяна, вот вы написали прям в точку, я только собралась сказать. Хорошо было бы в моменте отслеживать, на каком уровне сейчас. И как раз Хая сейчас спрашивает, вот как вы думаете, вы на каком уровне чаще всего находитесь? Спасибо. several questions first question about level two I think in English it was persuade right yes yes yeah well what does it mean and sorry slips away what does it mean and for the client for the coach like can you elaborate on that a little bit very good I'm going to respond and because we're in the learning space go to the next slide sorry yeah I have to translate back because otherwise it will be too much the level of confidence what does it mean coach or client convince the speaker I had this question to Kaya and she said that we need to go to the next slide so I'm going to the next slide now good okay so to answer this question I'm going to teach you this tool that you're going to become crazy about the word it's called a double click it's called double click and there's an instrument which I Great. So, to the person that's asking the question about convince, what about level 2, convince, is not clear? Well, it's not clear who convinces who. Like, is it a coach convinces or a client convinces? Excellent. So, what level 2 might mean is when the coach wants to convince, persuade their client in a direction. So, let's say, you're the manager and you need something to get done, but you want to convince your client that the way to do it is XYZ and not give her the creativity to make sure it gets done in whatever way they can, you know, they can do it most effectively. Ну, на этом уровне, да, coach убеждает клиента или клиент убеждает собеседника. Это бывает в ситуациях, когда мы, например, хотим, чтобы что-то было сделано, но сделано так, как мы того ожидаем. Мы даем указания вместе с инструкцией и не оставляем пространство для креативности какого-то действия. Я просто тоже немножко запуталась, потому что, мне кажется, в коучинге убеждения, особенно в таком виде, это не очень интересно. Вот, и Хая спрашивает, ну, а как вы думаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА да и и надо также нужно persuader clients because seems that it's not a coaching method and well it seems that coaching relies on the person making the discovery absolutely absolutely ну я сказала что мне кажется coaching все-таки больше про то что клиент решает как ему что-то делать и что ему делать и нет просто чтобы вы понимали это не значит три стадии это не значит что мы должны их все проходить это просто для нас для понимания на какой стадии мы находимся на первой стадии если мы даем указания мы на первой стадии если мы убеждаем кого-то мы на второй стадии если мы в партнерских взаимоотношениях мы на третьей стадии чтобы больше информационного да дорогие коллеги я вот с техническим объявлением у нас осталось еще две минуты как мы могли бы наилучшим образом завершить эту работу Хая ха we also have only two minutes left So, what would be best to do in those two minutes? Well, my interest is in the audience. Number one, we did a lot of learning something new and the value of keeping a journal, taking the two minutes to write down what you learned, what were my key takeaways. You could go to the next screen. Write down your key takeaways. I'm happy to answer any questions that anybody has. They can send me e-mail, and I'm happy to be with help. And Haya says, but the most important thing for me is that the participants have been released from the session. And I would like to have you to write what you took from the session. I see that some participants have already started to write. And I will be able to send some comments to Haya. And if you have any questions or have any questions, you can write them. And we'll be able to send them to Haya. And then we'll be able to send them to Haya. And then after the webinar we'll send them основные картинки и видео с субтитрами. Оба видео для того, чтобы мы их посмотрели. Да. И есть ощущение, что диалог хочется продолжать, поэтому, пожалуйста, коллеги, пишите вопросы, мы обязательно их передадим Хае. И также вы можете узнать какую-то дополнительную информацию в книгах Джудит Глейзер. Если я не ошибаюсь, то есть есть какие-то переведенные на русский язык. И... Да. Но мы уточним, и тогда мы тоже напишем в ICF России об этом. И, Хая, огромная благодарность за то, что ты нашла время сегодня для нас. И у нас очень много благодарности в чате о том, насколько было полезно сегодняшний вебинар и как много новой информации ты привнесла в наше сообщество. Ну, Хая, thank you so much. И мы не имеем в виду много вопросов в чате, но в основном люди говорят о том, что они уже принимают. И это не только для их практики, но и для их личной жизни тоже. И я думаю, если мы уточним вопросы, мы можем проявить их в одном эмиле, и тогда мы можем проявить ответы, если это будет хорошо. So, can I just say a closing word? Sure, yes, of course. So, thank you ICF Moscow. I love the feedback. I learned, and I say, we attract as good as we are. We attract as good as we are. When we are taking ourselves to the next level, we find we're attracting coaches at the next level. So, the fact that we're changing as people, that's the biggest compliment, and thank you. Спасибо большое ICF Russia, и Москва, и все слушатели. Ну, у нас больше, чем Москва слушают, хотя уже, может быть, нет. И мы настолько хороши, мы привлекаем настолько хороших людей, насколько мы хороши. И поэтому очень важно постоянно развиваться и совершенствоваться, чтобы мы были более привлекательными, если так, насколько корректно это по-русски звучит, конечно, чтобы мы не останавливались на своем пути. Это по-русски Ree amor. Почему? Спасибо. Спасибо, ваше. Спасибо, Ваше.